Что вы думаете по поводу мужских измен? Можете ответить буквально два слова? Ну не вам, конечно, вам ни один мужчина изменять никогда не будет, потому что вы очень прекрасно выглядите. Ну вот, ваша подружка какой-нибудь, просто виртуальная какая-нибудь среднестатистическая девушка, все равно когда-нибудь кто-нибудь изменял. Как ей поступить в таком случае? Можно ли простить молодого человека? Или все-таки это конец, это окончание всех отношений? Надо подумать, почему он изменил. Ребята подговорили, друзья, пойдем с другими девчонками пообщаемся, ну а вон, ай, взял и пошел. Ну, значит, он дебил. А почему сделали такой вывод? Ну ведь это же не он виноват. Раз его так просто склонить, нет, ну как, не он виноват, он же принял решение, он же взрослый человек. А есть ли какая-то вина, может быть, ну не вина, а виновность девушки в этом случае? Может быть, она как-то себя не так повела, может быть, она не досмотрела, может быть, она что-то не договорила. Ну, виноват тот, кто делает, мне кажется. В любом случае, ему прощения нет? Миллион алых роз, шикарные подарки, приползет на коленях. Я не знаю. Я адвокат по семейным делам, меня зовут Иван Сафроненко, на всякий случай вот моя визитка, просто на всякий случай. Можно узнать, как вас зовут? Светлана. Светлана? Очень приятно. Ваши вопросы мы специально снимаем на видео, для того, чтобы, может быть, просто помочь другим девушкам, чтобы они уже сами решали свою судьбу, не попадали в такие ситуации. Как вы думаете, как им нужно себя вести, что им нужно делать, чтобы такого не произошло, не случилось? Ну, быть честными. Если что-то не нравится в отношениях, надо говорить сразу, но мягко. Ну, чтобы проблемы не накапливались, надо обсуждать их. То есть разговором можно решить вот эту возникающую, еще не возникшую, но возникающую проблему, правильно? Да. Профилактика. Профилактика. Да. Спасибо вам большое за ответы. На этом наше сегодняшнее видео закончено. Мы идем в офис, потому что замерзли. Всем привет!